Отмена изменений в генеральный план славянского городского поселения, призыв к жителям поучаствовать в бюджете на 2022 год, а также знакомство с новым депутатом законодательного собрания Приморского края Леонидом Васюкевичем. Все это на очередном заседании муниципального комитета славянки. Повестка дня очень насыщенная. После длительного перерыва, связанного с выборами нового состава депутатов славянки, накопилось много вопросов. Так, первый блок заседания был посвящен генеральному плану славянского городского поселения. Депутатам предстояло рассмотреть несколько протестов прокуратуры на решение о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки, утвержденных еще при прошлом составе. В итоге депутаты большинством голосов удовлетворили поступившие протесты. Прокуратура выявила при предыдущем муниципальном комитете много нестыковок, много нарушений прав людей. И поэтому сегодня был принят этот протест. Это первое. Второе. Отменили все решения муниципального комитета предыдущего созыва о генеральном плане и о правилах землепользования. На сегодняшний день пока не будет проведена вся процедура о внесении изменений в новый генеральный план, который со временем будет приниматься. Затем депутаты рассмотрели и согласовали изменения в бюджете поселения на текущий год. Дело в том, что конец года всегда подразумевает какие-то передвижки в бюджете. То есть где-то недоизрасходовали, где-то перерасходовали и так далее и тому подобное. И вот поэтому такие изменения в конце года именно для того, чтобы там, где не хватает, добавить, а там, где много немножко убрать. Стоит отметить, что совсем скоро народным избранникам предстоит принять главный финансовый документ славянки – бюджет на 2022 год. А это кропотливая и очень ответственная работа. Бюджет – это очень серьезная статья расходов и поступлений. Наша комиссия постоянно при муниципальном комитете по бюджету внимательно изучала, работала с представителями администрации, вникали во все вопросы, буквально по каждой статье задавалось много вопросов. Нам давались пояснения, мы где-то приходили к единому мнению, где-то не приходили, где-то что-то нам удалось внести изменения. И благодаря тому, какой будет бюджет, такое будет развитие славянки. Депутаты приглашают жителей славянки принять участие в формировании бюджета. Каждый человек может внести свое предложение по будущему благоустройству поселения. Хотел бы обратиться к нашим избирателям. У нас сейчас идет формирование бюджета на следующий год. Это основной документ, по которому будет меняться славянка в следующем году. Поэтому сейчас, до 10 ноября, есть возможность обратиться непосредственно в муниципальный комитет, написать заявление на выделение средств бюджета на какие-либо острые нужды. Это может быть освещение, детские площадки, асфальтирование и так далее и тому подобное. Мы будем отстаивать интересы наших избирателей. В завершении заседания с приветственным словом выступил новоизбранный депутат Законодательного собрания Приморского края Леонид Васюкевич. Он рассказал присутствующим о планах на предстоящий период и пожелал депутатам продуктивной работы, направленной на благо жителей славянки. Во-первых, это было знакомство, понимаете. Так получилось, что нас выбрали 19 сентября, пришли новые люди, да, муниципальный комитет, пришли новые люди в Законодательное собрание, да. Вот приехал встретиться для того, чтобы рассказать свой план, который вот у меня есть, да, который был в программе, рассказать людям, чтобы мы действовали, ну вот согласно вот этим вот планам, которые мы намечали в начале, так сказать, нашего пути. После выступления депутаты смогли задать старшему коллеге интересующие их вопросы. Вы знаете, нам, скорее всего, понадобится ваша помощь и поддержка на вашем законодательном уровне, потому что мы своим избирателям обещали урегулировать эту ситуацию, которая у нас на маншурке происходит, да, когда ловят спизу, да, наносят вред бухте, ну и соответствующие потом это выливается во всевозможные тайфуны с выносом огромных сумасшедших куч. Я обращусь туда, в экологический комитет, и мы постараемся, вот, ну, не только, понимаете, здесь не только вот в этой спизуле, да, в разном этом способе дело, у меня еще есть вот большие там, как бы, сомнения в том, что делается на реках барабаш, там, вот эта вот, филипповка. Леонид Васюкевич пообещал оказывать всяческое содействие и помощь жителям и местным депутатам. Кроме того, жители района со всеми вопросами к краевому парламентарию могут обращаться к его помощнику, председателю Совета ветеранов славянского поселения Айше Акилбековой, которая передаст все поступившие предложения и вопросы депутату законодательного собрания Приморья. Виктория Беляева, Олег Кудинов, Новости Славянки.